Нужна стропа, конечно Друзья, всем привет из Мурманска Сегодня мы тестируем абсолютно новый пикап, который называется Isuzu D-Max Да, да, это абсолютно новое поколение этой модели, которая наконец-то добралась до нашего рынка Причем сделала она это очень быстро, из Таиланда к нам доплыла И настолько быстро, что машины, на которых мы сейчас поедем, их даже не успели поставить на учет То есть мы будем передвигаться без номеров Соответственно, нам сказали, что если нас тормознет полиция, надо будет им сказать, что мы едем ставить машину на учет Ну что ж, давайте поедем, посмотрим И в процессе этой езды я с вами поделюсь впечатлениями и расскажу про новый D-Max Это действительно новый автомобиль, это очень важное наблюдение Что это не предыдущая модель после очередного рестайлинга, а это действительно новый автомобиль Инженеры Isuzu в этой машине пошли эволюционным путем, хотя она действительно относится к полностью новому поколению А они не стали делать тут несущий кузов, ставить микромоторы с двумя турбинами Это уже было в Isuzu и на этом они на российском рынке прилично обожглись В общем, этот автомобиль основательно доработанная конструкция прежней машины Давайте посмотрим, что в ней изменилось помимо внешности Которая стала, откровенно говоря, вот такой чуть-чуть более агрессивной Они называют это болт энд спотти, то есть жирный и спортивный Ну, то есть то, что надо нам 40-летним, жирный и спортивный Обратите внимание на новые светодиодные фары Они полностью светодиодные, адаптивные, то есть слегка адаптивные Могут переключаться с ближнего на дальний Есть светодиодные уже дыховозы Видят, отлично, мы уже ночью это проверили Думарки тоже диодные То есть технологически это все действительно очень стало лучше и интересно Колесная база увеличилась на 3 сантиметра Стало больше места в салоне спереди и сзади А при этом крыша автомобиля стала ниже Хотя простор для головы водителя увеличился Но давайте посмотрим, как это все выглядит Также инженерам удалось уменьшить вот этот вот стык Вот это расстояние, да То есть то, что выдает в пикапе грузовик, а не внедорожник Это, ну вот, вот эти большие щели Соответственно, это сделали за счет увеличения жесткости рамы Понятно Давайте откроем капот, посмотрим именно на техническую часть автомобиля Основное, что помимо дизайна изменили парни из Isuzu Они усилили раму Она стала чуть-чуть более мощной Сама по себе увеличилось ее сечение, ширина, профиль И добавилась еще одна поперечина Что позволяет этому пикапу лучше проходить краш-тест на боковой удар Это очень важно, потому что у пикапов это традиционно слабое место Как у всех рамных автомобилей То есть по прямой они сметут что хочешь Но на столб наматывается только в путь В общем, здесь это поменяли У автомобиля от в топе до 7 подушек безопасности Ну, это здорово И самое главное, что здорово В Европе базовый мотор у этого автомобиля 1.9 битурбо На Isuzu его тоже раньше, как у нас в России, ставили Но сейчас позиция представительства Они смогли ее отстоять Что никаких битурбо 1.9 в России Примеры Volkswagen, который уже ушел с рынка с Amarok И X-класса, который тоже уже ушел вообще из производства Они, в общем-то, это было показательно Так вот, здесь стоит трехлитровый турбодизель Это доработанная версия Его мощность увеличена до 190 сил Крутящий момент двигателя был увеличен в 430 до 450 ньютон-метров И более того, сдвинулись обороты, на которых этот момент достигается То есть полка момента продлевается до 2600 оборотов Раньше это было до 2200 Так что двигатель, в принципе, любит низкие обороты Как вот настоящий дизель Вообще, вот этот трехлитровый мотор Это коммерческий дизель Тот самый легендарный миллионник, который ставят на грузовики То есть конструкция совершенно однозначна в плюс этому автомобилю Что еще здесь поменяли из важного? Во-первых, автомобиль стал более проходимым Глубина при реливаемом брода увеличена на целых 20 сантиметров То есть было раньше 60 сантиметров, сейчас 80 За счет чего это сделали? Ну, во-первых, отказ от 16-дюймовых колес базовой версии Увеличил клиренс с 235 На топовых катках 18, которые были раньше, до 240 сейчас Но не это главное Посмотрите сюда Вот здесь находится воздухозаборник Да, вроде бы, ну, стандартно, высоко Но он выводится вот в такую область, которая со всех сторон Прикрыта резиновым уплотнителем То есть здесь создается изолированная такая поверхность В которой, ну, вода, если и паяется, то не сразу, по крайней мере Это означает, что вот действительно для водных преград автомобиль стал интереснее Ну, под капотом по-прежнему мы видим все просторно, красиво Но второго аккумулятора здесь как-то не было, так и нет Хотя место для него существует Ну что, давайте пройдем в салон Вот там как раз больше всего изменений в этом автомобиле Которые заметны взгляду, помимо внешности Так, ручка здесь у нас с бескручивым доступом Ну, раньше было совсем все так винтажненько Даже после всех обновлений Сейчас все по-другому Новые сидения, во-первых Они стали Приобрели такую подобие боковой поддержки Достаточно широкие валики То есть оно не стало спортивным Но вместе с тем Сидеть здесь удобно Далее, ну, конечно, полностью новый дизайн Передней панели, вообще все другое Топовое 9-дюймовое мультимедийное устройство Более качественные материалы Панели вот шикарные С 4-дюймовым экраном в центре Хотя, вот говорят про новый материал И мне вот не очень нравится фактура пластика здесь Но вот мне нравится вот эта шикарная гладкая кожа Здесь и на рычаге То есть, ну, по качеству, конечно, это просто гигантский шаг вперед И по дизайну смотрите, какая панель вполне себе В словах парней из ИСУЗа Сквозит, что они искренне рады, что С российского рынка ушел Амарок, ушел X-класс Потому что этот автомобиль может их заменить И это действительно так, по крайней мере, по интерьеру Ну, понятно Топовые версии X-класса вряд ли Можно этим заменить Но, по сравнению с тем, что было Было совсем утилитарненько Здесь на уровне хорошего внедорожника И, на мой взгляд, действительно классно Мультимедийное устройство Хотя оно и такое все большое Но используется экран не полностью Мы видим, что в меню всего несколько пунктов То есть, на мой взгляд Здесь вот это все и не нужно Тем более, экран не очень яркий На максимальной яркости даже все равно он бликует Что очень нравится Это блок климат-контроля Новые клавиши Ну, фактически мерседесовские И полоска, конечно, здесь немножко маленький символ Вот этого вот направления потоков Но к этому можно привыкнуть Вообще, панель двухзонного климата шикарная И климат, опять же, двухзонный Ручка переключения режима работы полного привода То есть, 2H, 4H, 4L Через вот такую вот крутилку Ну, то есть, ребят, это понятно Где видели, уже мы это видели На другой марке Что мне не очень нравится Мне не очень нравится Опять же, на руле вот этот пластик Какой-то дешевизной отдает Но зато есть вообще в этой топовой версии Все возможные опции Автоторможение Адаптивный круиз Система контроля мертвых зон Ну, то есть, все то, что мы ждем Вот, так сказать, премиального пикапа А он, конечно, они не говорят слово премиум Но по цене явно он шагнет Вот эта версия за 3 миллиона рублей Хотя цены пока на данный момент не названы Но я их оставлю в подписи к этому видео Потому что в момент они уже будут Коробка передач у нас Шестиступенчатая iSyn Прямая прорезь, лепестков нет Есть ручной режим То есть, ну, ничего сверхъестественного Единственное, что здесь надо добавить Что во всех модификациях Теперь у нас появилась блокировочка заднего дифференциала И это удобно А в остальном, конечно, удобство здесь Не безграничное Хотя есть у нас вот тут подстаканники То есть, всего у нас получается Спереди 4 подстаканника Два вот таких вот движных Два здесь Два бардачка То есть, ну, ребят, смотрите, да Есть даже долгий проигрыватель В общем, здесь, конечно, все стало намного человечнее Ручки мощные такие И на передних, и на задних стойках И у водителя, и у пассажира Давайте быстренько заглянем назад Посмотрим, что там Смотрите, здесь у нас Умеренно просторно Ну, вот, на самом деле Передисление сейчас максимально назад Практически отодвинуто Сижу нормально Места хватает Есть здесь USB-розеточка Дефлекторы Ручки огромные Можно держаться Смотреть, наверное, черный потолок С динамиками Ну, это признак Топовой версии Здесь написано Live Surround Sound Ну, ребята, топчик у нас здесь Как вы знаете Вот, так что Еще какая здесь есть фишка Есть крючочки Для пакетиков Для чего-то еще Плюс половинку сиденья Можно Взять и вот так вот поднять Сложить Зафиксировать Для того, чтобы здесь было больше места для поклаж То есть, с точки зрения заднего пассажира Единственное нарекание К этому автомобилю Это то, что На кочках здесь Его будет потряхивать Сейчас мы увидим Как это будет происходить Друзья, что сказать Про измененные повадки И вообще Характер этого автомобиля Ну, на самом-то деле Он остался приятный Хотя инженеры поменяли Здесь И поколдовали И с амортизаторами И с настройками трансмиссии Изменив передаточные числа Под более мощный И моментный двигатель То есть, много мелких доработок Много значительных доработок О которых я уже говорил Но в целом Автомобиль ощущается Ровно так же на ходу Как и Все прежние Димаксы Димакс прошлого поколения Он идет стабильно Он идет как танк И он также прыгает на кочках Когда он пустой Особенно достается Нашему оператору Дмитрию Которого вы там можете видеть Да, вот он сзади сидит И ему, конечно Больше всего приходят Вот эти все неровности Можно сказать, что этот автомобиль По уровню комфорта Все-таки уступает Л200 На самом деле он похож На Хайлюкс Но вот Какое-то вот у меня Есть ощущение Которое было и на прошлом Димаксе Вот некоторая Такая основательность Может это связано С тем, что Крутящий момент Этого трехлитрового Турбодизеля Развивается в основном На низких оборотах Тихонечко там что-то Урчит Под капотом Это, конечно Немножко слышно Но в целом Шумоизоляция Она и раньше была Не очень плохая Даже на Арктик-траке Я ездил быстро И не было никаких Вот проблем с шумом Здесь Опять же Ламбарок дерзкий Смотрите, как пошел Красиво На Фомоушене На полном приводе Потому что здесь Нам приходится задействовать Полный привод Порт-тайм Конечно, у него нет Центрального дифференциала Межесивого И Ну, вот таких возможностей У нас бы для езды По скользкой дороге Как у Фомоушена У нас нету Но, тем не менее У нас есть полный арсенал Всех Внедорожной технологии Проверить на самом деле Вряд ли у нас здесь Где-то это получится Потому что Снега либо мало Либо очень много Но Запоминайте Тут есть Понижайка Тут есть Задняя блокировка Уже по умолчанию Тут Есть И Собственно Ну, понятно Блокировка центра Которого нет То есть Автомобиль полностью Упакован для Всех Внедорожных Историй На ходу Он Идет довольно Уверенно То есть Стабильно Хорошо держит Прямую На любой скорости Мы проверяли В принципе Разгонять его И до Максимального Смотрите Мы потормозили На скользком Сама сработала Аварика Точно то же самое Произошло И на машине Которая идет сзади Вы можете ее увидеть Зеркалить То есть Системы безопасности Которыми этот автомобиль Обновился Они действительно работают Во-первых И система автоторможения И предупреждения О нежелательном сближении И вот это все Оно здесь настроено Очень приятно Кстати надо сказать Что система Предупреждения О сближении И автоторможения Она ориентируется На стереокамеру Которая расположена Вот здесь Вот за Зеркалом Говорить про управляемость Бить эту подвеску Практически невозможно Так что вот этот компромисс По жесткости Я думаю Я думаю оптимальный С грузом автомобиль Пойдет мягче А такие машины Ну не часто ездят Все-таки с грузом Они пустые Вот А мы видим Впереди у машинки Да Слегка вот Как Сзади Зависимая все-таки Подвеска Подкидывает заднюю ось И ну Но для этого Есть система стабилизации Которая помогает В этой ситуации Вам Остаться на трассе Еще обратите Фишка Вот брызгаешь воду Из дворников А где же вот эти Форсунки Спрей Вот это все На их нет Они встроены Форсунки У нас поводки Омыватели Смотрите как здорово Как на каком-нибудь Мерседесе Или на французских Автомобилях Ну это действительно круто Это позволяет экономить Омывающую жидкость Очень серьезно Ее экономить И лучше чистить стекло Все стекло у нас здесь Всегда чистое Вот сейчас Сейчас мы едем По заснеженной дороге В Териберку Место Популярное достаточно Среди туристов Которые Которые для себя Его открыли После Фильма Левиафан В общем-то История такая Как уже похожая На сказку На байку То есть да Фильм Несмотря на все его Недостоверность Лживость И Как бы это сказать Не имеющий Фильм Не имеет ничего общего К российским реалиям Но тем не менее Место людям понравилось Красиво было снято То есть как говорится Фильм плохой А красота Красивая Уныние И безысходность Передана действительно Замечательно Вот И поэтому В этом Сегодня в Териберке Можно встретить Все то же самое Что есть в фильме На самом-то деле Вот Как бы я ни делал вид Что критикую его Но единственное Чего вы там не найдете Это скелет Это скелет Кита Который Естественно Была декорация Которую создали Непосредственно Для Фильма А еще После фильма В Териберке Осталась гигантская Куча мусора Просто Нечеловеческих Размеров Которую оставили За собой Киношники Но не будем о грустном Давайте посмотрим На Тлен и безысходность В Териберке Который на самом-то деле Не такой уж тлен И не такая уж И безысходность Надо сказать Что вот такой большой 9-дюймовый экран Это привилегия Версии Premium Safety На которую мы едем Но вот реально Здесь сейчас Вот этот большой экран Он по факту не нужен Потому что у нас Работает здесь только радио Здесь навигация Будет работать Только если мы подключим Android Auto Или Apple CarPlay То есть Ничего такого здесь Ну вот Для этой информации Хотело бы и меньшего экрана На самом деле Но что есть То есть Кнопки климата Опять же На самом деле Кажется что На стоянке Это все действительно здорово Но во-первых Больше критики вызывают Еще на ходу Вот эти вот Панель С отображением Индикаторов То есть она Особо-то и не видна Действительно И все очень мелко И кнопочки Сами тоже мелкие Конечно Вот они красиво Так вряд расположены По-мерседесовски Но на мерседесе Они как минимум Вдвое крупнее Вот так что Если говорить о том Что эта машина Все-таки утилитарная Да То вот человек Я представляю Как он Там загрузил Дрова в кузов Какие-то там Покидал туда Ржавые железки Там не знаю Свинью запихал Там мертвую Или живую Я не знаю Ну давайте Уже не будем В эти анатомические Подробности даваться Но вот Вот и он заходит Такой мужик Такой И у него Одновременно Палец Даже Вот у меня Он нажимает На две кнопки При том что Рука не самая крупная Так что Вот надо здесь Аккуратненько попадать Но вот это На самом деле Скорее всего Это как раз Особенность Которые пропустились Есть тем Что Автомобиль Рассчитан наверное На тайцев Там его делают И Поэтому Может быть так То есть Они миниатюрные Пальчики у них Помягче Ну смотрите Я вот Ну не попадаю Вообще В кнопки Ну может с моими руками Что-то не так Ребята Напишите в комментариях Да-да С моими руками Что-то не так Так смотрите Вот довольно спокойная Езда Средний расход топлива У нас 11 литров На самом деле Это повышенный расход Здесь в данный момент Потому что Мы видим Что мы едем Около там часа На самом деле Здесь написано На таймере 7.29 То есть Машина Огромное количество Время Постояла На холостом ходу Реальный расход Написано Что он там Может доходить До 6 Там с копейками Литров По трассе Но вот мой опыт Показывает Что Средний расход Вот на этом автомобиле На самом деле Это на полном приводе В районе Где-то 10 литров Соответственно На заднем приводе Можно ехать Там и поменьше В районе 8 литров То есть Это без проблем Система Здесь стоит Типа звучания Хорошего Да На потолке Я показывал вам Дополнительный динамик То есть Вроде бы Она должна Круто звучать Но по факту Звучит она Реально средняя Несмотря на обилие Динамиков Вот мы ставим Классическую музыку И Играет Средненько Тут у нас В Териберке Образовалась Пробочка Камазы не могут Заехать в гору Что-то в таком духе И Пришло время Еще отметить Пару деталей Например Смотрите Вот этот подлокотник Под ним Вместительный бокс Действительно большой Но Он никак не регулируется И когда у вас Небольшой рост Вот у меня только Крайш к локте Там где-то стоит А хочешь положить Ну всю руку А вот этого Сделать не получается То есть Это Нюанс Да Конечно здорово Что есть Разнообразные полочки Ящички Это Неплохо Да Но вот Крышка Вот так Вот довольно легко Здесь работает В целом Вот такого нету Микролифта Да То есть Вот здесь он есть Но Тоже Вот смотрите Как грубо Бам с по ногам Да Бам с по ногам Да То есть Все таки Машина получается Достаточно Утилитарна Да И там Сравнить ее по салону Наверное с X-классом Ну Наверное я бы не стал Но Опять же Очевидно Что она будет И Не дороже По крайней мере X-класса И тем более X-класса больше нет Что еще Можно отметить Ну В принципе Это основные Наверное Все моменты Я уже озвучил Сидеть Удобно Сидеть удобно Все в целом Комфортно И автомобиль Действительно Стал Интереснее Да Для покупки Это действительно так Ну вот туристы говорят Вот так выглядит Пробка Под Териберски Камазы С рыбой Вероятно Не знаю с чем они Они как-то Не могут никуда заехать А нам надо Главненько Плавненько проехать Чтобы под них Тоже не Сползти Ну вот Проехали Едем дальше Проезжаем Через этот чудный Город Сад Смотрите Машины Все вот какие-то Даже вот Порт F-150 Со снежиком То есть Туристы Ел Московские номера Питерские Ленинградская область Все со снегоходами Ну очевидно Может быть здесь Какие-то Соревнования Или по катушке Проводятся прямо сейчас Потому что Вот машин Очень много Привет Машут Все довольны Счастливы Много Московских И питерских И вот Эта красота Впереди Замечательная Териберка Очень позитивно Выглядит город Чудесно Просто На любом Разбитом Покрытии На самом деле Димакс Качается И он вибрирует Но при этом Ну пробить подвеску Невозможно Ты реально едешь Вот куда тебе надо Совершенно ни за что Не паришься Ну понятно Есть какие-то Разумные пределы Но к людям Людям которые Привыкли к кроссоверам Этот автомобиль Он для них Просто танк И вот в этом Как раз важная Составляющая Этого автомобиля Потому что Он воспринимается Как танк То есть Он сделан честным Настоящим Очень Так сказать Крепким Надежным И это чувствуется Гору достаточно Неплохо прет Здесь как раз здорово Что На сравнительно Небольших оборотах Мотор развивает Полный свой Крутящий момент 450 ньютонов Напомню То есть Ну Вот для Таких мест Как Териберка Замечательнейшая Машина Просто она очень дорогая Да Потому что Цены нам не назвали Но наверное Это в этой версии Я уверен Нас за 3 миллиона Шагнет Это просто огромные деньги Поэтому здесь люди Ездят на дастерах И правильно делают Так вот мы заехали В глубокий снег Но включили Понижаечку На всякий случай И даже заднюю блокировку Там в одном трудном месте И в общем-то едем Но Надо понимать Что автомобили Нелегкие Ни разу И может провалиться Может Так что С этим надо быть осторожны Итак друзья Давайте подведем итог Теста Иисус Де Макс Нового Ну Во-первых В этом автомобиле Что осталось прежнее Это его характер Да Это вот такое По сравнению С современными Пластиковыми Одноразовыми машинками Это такая Серьезная техника Да То есть Это автомобиль Надолго Сделанный крепко Способный Да У него конечно же Есть все недостатки Присущие Такого рода Конструкции С рамным С мостами С мостом задним Вернее С рессорами То есть Он немножечко так Козлит Не всегда комфортен В пустом виде Для пассажиров Ну и для водителя тоже Но Во-первых Инженеры Сузу Существенно обновили Внешний вид И это как раз Самое Мене важное Достоинство новой машины Потому что Существенно обновлен интерьер Заметно улучшена Безопасность За счет вот Этих изменений В раме О которых я говорил Новые поперечины И так далее То есть Рама стала крепче Машина стала крепче Безопаснее Семь подушек безопасности В топе В этом же топе Мне не очень понравилась Мультимедийная система Но зато есть Система автоторможения Предупреждения В опасном сближении И так далее И тому подобное Все это работает Спасибо стереокамере То есть Автомобиль Вот сочетает Получается в себе Качество такой старой Надежной техники Особенно вот с этим мотором Три литра Который ставят на Комтранс И современные технологии Ровно в том количестве Которым они здесь необходимы Так что для активного отдыха Для Палки охоты Опять же Если у вас Есть соответствующий бюджет А это очень важная оговорка Потому что машина Откровенно не дешевая Цены на данный момент Пока неизвестны Я их напишу в описании Смотрите внизу То есть Если деньги есть То почему бы и нет Это крайне достойный Конкурент Хайлюксу Или например Л200 Тому же самому Но Л200 Прежде всего Отличается Системой полного привода Все таки ребята Лично я За супер селек Но Если бы я убирал машину В которой мне супер селек Не нужен То и Сузу Был бы вполне себе Выбором Спасибо что смотрели Подписывайтесь на канал Обязательно нажимайте колокольчик Чтобы всегда быть в курсе Всех Новых обзоров в этом блоге До свидания